Заказ получился на 2,170, но оставили мне 5. Открыть вам дверь? Сейчас проедем, вот здесь вот я на полочке. А я по-прежнему работаю через таксопарк Звездный. Комиссия, в котором составляет всего лишь 3-10 рублей с заказа. Данный парк ничего не скрывает и делится всей информацией своей группе ВК. Перейти на нее вы можете по ссылке в описании. Недавно ребята из парка разыгрались 10 смартфонов для своих водителей. Сейчас они разыграют 20 видеорегистраторов. Подключайся в парк. Вывод средств 2 раза в день. Вот, забрал ее машину у сменщика. Что я хочу рассказать? Этого сменщика заблокировал вилли. Вот сейчас скажете снова, опять ты за свою вилли взялся и расскажешь про эту компанию, давно ее забудь. Ребята, ну у меня канал же о люкс такси, да? И я должен какие-то хотя бы новости рассказывать об этих компаниях. Хотя я не знаю, что там сейчас по суммам, какие сейчас суммы, сколько там стоит километр, сколько стоит минута, какие там у них происходят изменения. Так вот, что произошло с ним, за что его заблокировали? Заблокировали за то, что он был не пристегнут ремнем. Пожаловался на него клиент. Вилли, любая жалоба со стороны клиента. Ну, представляете, вот просто садитесь в автомобиль, как пассажир, водитель не пристегнут, и вы жалуетесь. Ну, честно сказать, я бы никогда на это не стал жаловаться. Я по-любому уверен в одном, что данный клиент подал жалобу для того, чтобы ему компенсировали данную поездку. То есть, среди пассажиров очень много не очень хороших пассажиров, которые ставят плохую оценку, и потом вилли компенсируют это им баллами, и они снова могут ездить, понимаете? Да, это периодически происходит, не всегда. Если они всегда это будут делать, естественно, скорее всего, вилли каких-то пассажиров тоже заблокируют. Ну, вот так вот. Вернул, наверное, пассажиры со всеми эти законные полторы-две тысячи рублей, а водитель от этого пострадал, и он может записаться на экзамен только в среду. И в это время, пока не работает водитель, во-первых, страдает работодатель, у которого, да, этот автомобиль, на котором работает водитель. Страдает водитель, так как он денег не получает. Ну, а вилли, вилли на это насрать, на самом деле. И ничего страшного, другие будут работать. Своих водителей вилли никак не ценят, не любят им полностью на них большую кучу наложить. Жаловался недавно, один водитель писал тоже в социальную сеть о том, что его заблокируют за плохой запах в салоне. Я, конечно, сейчас немножко, не знаю, даже не могу представить, из-за чего плохой запах в салоне был. Может быть, водитель там сидел, ждал, пока заказ напукал в автомобиле, неприятный запах стал. Скоро вилли обязуется еще своих водителей кушать только мясо, зерновых кормов, емое, какой-нибудь привезенное с Австралии. Если вы будете кушать мясо с красной цены в пятерочке, то вы будете заблокированы. Вот, а я жду, пока мне сейчас Яндекс проверит автомобиль, и я могу выйти на линию. Что могу сказать? Первый заказ я ждал час. Сейчас мне попался, я еду на Пресенцовскую набережную, дом 4. Заказ отменен. Не еду на Пресенцовскую набережную, короче, отменили заказ. Я выполнил первый заказ, он получился на 1500 рублей по классу VIP, премиум, то бишь. И такая проблема, то что, блин, не работает почему-то блютуз. Я пытаюсь подключиться сам, и ребята меня просили как бы блютуз послушать, но не соединилась ни с одним из трех телефонов. О! Бутырская 42, генерала Белова. Дай бог, чтобы блютуз не попросили сейчас. Машину выключил на 5 минут, заглушил, закрыл двери, 5 минут подержал, все заработало, как на Жигулях. Сделал заказ, на 6800 получился, так как я ездил на генерала Белова, вернулся обратно сюда, на Савеловскую. Честно сказать, я сделал свой, так, стояночный тормоз отпустить, поехали. Я сделал свой первый заказ, это что такое здесь летает, мухи, мухи в Майбахе. Заказ получился на 2170, но оставили мне 5, и я дал 2000 рублей. Получается, мне дали 830 рублей чаю. Крутой чай, и дали мне его из-за того, что меня узнали, потому что я вез молодого пассажира, которому лет, наверное, 17. Ожидание составило на 1357, стоило 55 рублей в минуту, это тариф Ultima. Сейчас я закрыл заказ, приехал до Красной площади, не доехал, даже пассажир вышел, потому что здесь неимоверная пробка. Он мне говорит, а сколько у вас стоит ожидание? Я говорю, 55 рублей в минуту, он такой, чтобы на будущее знать. Вот, и получился заказ на 3357, а он говорит, изначальное приложение писало ему 2200, по-моему. Я ему говорю, ну, у вас ожидание там 1300 рублей. Заказ за наличные, когда с ожиданием, да, он мне, он мне, не только мне, а многим не нравится, так как заказов за наличные деньги и фейковых очень много, и не всегда клиент к тебе выходит, и ты не знаешь, как бы, заказ, он настоящий у тебя или фейковый, то есть, получается то, что ты можешь звонить клиенту несколько раз, а клиента, если этот заказ настоящий, может напрягать. И сегодня почему-то какие-то глюки у Яндекса с геолокацией, потому что, или клиенты неправильно ее указывают, у меня прям второй заказ подряд, получается, да, с неправильной геолокацией, потому что сейчас женщина вызывала на набережную Москва-Сити, но мне она перезвонила, говорит, какие-то глюки с геолокацией, я вас жду на первом красногвардейском проезде, где экспоцентр, получается, противоположная сторона. И сегодня у меня все заказы за налик. Раньше у меня какое-то было радостное чувство, когда заказ попадается за налик, потому что для водителя это какой-то чай, это сразу прямые деньги, получается, да, ты получаешь? То есть не надо ни с чего водить и ждать их. Но сейчас, в последнее время, мне больше намного нравится безнала, потому что в безнале ты уверен, что если клиент не выйдет, тебе все оплатится. Вот, открыть вам дверь. Сейчас проедем вот здесь, вот я на полочке. Сейчас, вот, верно. Где сама выйдет, что у нас тут такое движение? Сейчас, тогда подожди, секундочку. Здесь удобно? Да, удобно. Хороший раз, спасибо, всего самого доброго. Хороший вечер вам, до свидания. Вот клиент выпил водичку, Витель, и отказался, получается, от открытия дверей. Что за поездку? Заказ получился на 1836 рублей. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении Яндекс.Такси. Фу, ты открываешь двери, написал Вася, жаря для своего Биг Мага 110-ю котлету. Доехал до Нового Арбата, выполнил заказ на 1700 рублей. Две бутылки воды выпито, надо сейчас за водой ехать. Сегодня воду пьют, хорошо. Дали мне 2000 рублей. Ну что, запихиваем воду обратно туда. Витель в перекрестке стоит 75 рублей бутылка. Сегодня пьют воду хорошо уже. Бутылки, наверное, 6 выпили. Ну это пусть будет Шишкин лес еще одна. Не было больше, последний забрал. Москва-Сити, время час 07. Заказ на 1800. Говорит, парень говорит, здесь 30 минут бесплатно. Я говорю, 15. Он-то куда? Что-то думал, типа 30. Сейчас 30 уже нигде не делают. Вот, ну то, что можно выехать, то, что можно выехать с разных сторон. Москва-Сити, то с Красноковардейского бульвара, да? То с набережной, это, конечно, хорошо. Будем ждать следующий заказ. Очень много наличных, просто одни наличные заказы. Заказ попался до Звенигородска, 12, стране 18. Клиент написал, здравствуйте, подъезжают к Golden Dance Loft. Здравствуйте. Так, приехал я на Савеловский вокзал. Здесь моечка, на которой я всегда моюсь. Сейчас выключусь, потому что у меня осталось час работать. Помою машину, и потом просто буду ждать. Если какой-то заказ попадется, тогда хорошо. Если нет, пойду заправлюсь и задам Виталику машину. Здесь все моечки спят. Надо сейчас будить их. С таксометром можно заправлять. Сейчас должен сам включиться. Вот, видите, пошло. 1750, а здесь через таксометр со скидкой 1723 рубля. Таких заправок очень много. Это нефтемагистраль, ЕКО, ШЕЛ. Итого, я заправился сегодня на 2750. И перед этим заправлял еще 1000 рублей. Куда может быть последний заказ? Стрепуху, по-моему, нет? Или все-таки там в гостинице, чуть не могу понять. Итак, заказ 6 минут. Закрываем 1799. Спасибо за просмотр. Мне еще дали 500 рублев. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, дизлайки и все остальное. Писать комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok